Более сотни посетителей в день открытия. Зрители отмечают выставку уникально. Собирать документы, которые легли в ее основу, начали еще 30 лет назад. Организаторы Московского научно-просветительского центра «Холокост». Личные письма, дневники, фотографии и детские рисунки собирались по всему миру. Энтузиасты записывали свидетельства страшного и тяжелого времени. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев. Бесчеловечность нацизма не знала пределов, не знала границ. И те люди, те страны, которые предназначались на законе Гитлеру и фашистским армиям, они в итоге оказались освободителями не только собственных территорий, но и всей Европы в целом. Впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено совсем недалеко от Москвы в Калуге уже 30 декабря 1941 года. Решающую роль в освобождении узников нацистских лагерей сыграла Красная армия. На стендах имена советских врачей, которые спасли полуживых узников Освенцима. Эти же медики боролись из-за жизни блокадников. В экспозиции фотографии не только жертв, но и тех, кто сопротивлялся, боролся и противостоял геноциду. В каких условиях жили и умирали люди? Причем вот правильно здесь сказали, это дети, женщины, старики, которые не воевали. Это было мирное население. Я просто не представляю, как эту трагедию можно было пережить и как это можно было допустить. И что руководило этими людьми, которые устроили геноцид целой нации. Открытие историко-документальной выставки приурочили к ежегодной акции «Неделя памяти жертв Холокоста». Увидеть экспозицию жителей Самары и региона смогут в историческом парке России «Моя история». Вход свободный. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.